С начала октября Китай резко увеличил число полетов военной авиации в юго-западной части тайваньской зоны ПВО, вблизи подконтрольного Тайваню острова Протас. По заявлению властей Тайваня, только с 1 по 4 октября боевые самолеты КНР совершили около 150 вылетов в тайваньскую зону ПВО. Эта зона является своего рода буферным пространством, где ВВС Тайваня осуществляют мониторинг и патрулирование своих границ. В ходе трехдневного заседания в Пекине китайский лидер Си Цзиньпин обсуждал с высшим руководством страны вопрос об усилении боеспособности вооруженных сил Поднебесной. Хотя Тайвань, который в Пекине считают своей суверенной территорией, в ходе заседаний не упоминался, председатель Си подчеркнул, что китайская военная машина должна постоянно совершенствоваться. Необходимо приложить огромные усилия для укрепления научной и технологической грамотности китайского населения и улучшения нашей реальной способности побеждать в современных войнах. Необходимо наращивать практический опыт, поощрять и направлять офицеров и солдат в том, чтобы они прошли огонь и воду, увидели мир, закалили свое тело и развили свои таланты в горниле военных учений. Параллельно в Пекине вызвал раздражение тот факт, что США не включили председателя Си, а с ним и президента России Путина, список лидеров 110 государств, приглашенных на так называемый саммит демократических стран. Он намечен на 9 и 10 декабря в режиме онлайн. Еще большее возмущение властей КНР вызвало то, что в список участников саммита был включен Тайвань. «Мы хотим дать совет некоторым лицам в США не играть с огнем и не разыгрывать тайваньскую карту. В противном случае они сами обожгутся и пожнут то, что посеяли. Мы также настоятельно предупреждаем тайваньские власти попытки заручиться иностранной поддержкой и полагаться на США в поисках независимости, а также противостоять воссоединению с КНР с применением силы неминуемо зайдут в тупик». Президент США не так давно дал понять, что Соединенные Штаты не намерены добиваться независимости Тайваня от КНР. В то же время пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос «Голоса Америки», отметила, что будущее Тайваня не безразлична Вашингтону. «Мы призываем Пекин прекратить военное, дипломатическое и экономическое давление и принуждение в отношении Тайваня. Мы неизменно заинтересованы в мире и стабильности в районе Тайванского пролива. Наша приверженность Тайваня незыблема и способствует сохранению мира и стабильности в районе Тайванского пролива и в регионе в целом». Джен Псаки также сказала, что американские представители высокого уровня обсуждают с Пекином вопрос о возникшей нестабильности вокруг этой островной территории. По этой же причине группа из пяти американских законодателей побывала на Тайване на прошлой неделе и встретилась с местными официальными лицами. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев, Настоящее время Америка, Вашингтон.